Девушки отдыхают 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 Там много людей, да, и успешно там занимаемся, работаем там. Очень хорошее такое направление, которое там вложили, открыли интеллигенции, академии интеллигенции, там и наши выпускники, студенты в том числе, и интересующиеся из других вузов. Это очень-очень хорошо, и у нас есть спонсоры, поддерживающие и так далее. Это хорошее. А какие вообще настроения среди выпускников страданий, учитывая, что в основном все-таки медики оттуда выходили, и учитывая, какая сейчас экономическая ситуация, в том числе и зарплата медиков, вот как дела обстоят? Много ли вас осталось в Латвии? Ну, пока еще есть, да, и пока я думаю, что помощь медицинская люди получают и на хорошем уровне, но мы такой опрос выпускников не сделали. Хоть может быть, вы правильно задали, Оксана, вопрос, что может быть это надо сделать, но настроение, я ежедневно, как говорится, встречаюсь уже с молодыми докторами или студентами шестого курса, который оканчивает, но очень многие все-таки настроены уехать в других местах. То есть экономические проблемы влияют на ситуацию с медикой? Ну, мы все знаем, что это так, это очень плохо, потому что это люди подготовлены, огромной силой средств вложены, и я думаю, по существу это люди не настроены ехать, они бы хотели работать здесь на месте, безусловно. То есть вынуждены? Они вынуждены, да, им не грозит, может быть, смерть, да, в белые времена политические и так дальше, когда люди бежали, им грозила смерть, это чуть-чуть другое, но сейчас они хотят просто жить нормально, иногда они не могут выживать, они не могут платить свои, там, болги, которые должны, взаймы, которые есть, и это в этом отношении понятно. А наши специалисты, медицинские специалисты востребованы за рубежом? Да, они высоко ценятся, их принимают, поэтому они уезжают и знают, и из нашей бригады, нашей группы, нашего центра уехали анестезиологи, уехали хирург, кардиохирург, который, я думаю, что это большая национальная ценность, когда хирург, способный выполнить сложнейшие операции, он, чтобы заработал больше, вынужден уехать, но это потеря несравнима ни с чем. А вот иногда приходится слышать от политиков, что не очень честно получается по отношению государства, государство, как вы сказали, вкладывает и государство, и преподаватели вкладывают деньги, ресурсы в то, чтобы воспитать врача, он потом берет и, в общем-то, со всем этим уезжает, отучившись бесплатно. Вроде так, как вы говорите, но, по-моему, существует философия или понятие, мы же живем в другом союзе сейчас, где границ нет и все единое, так что он никуда не уехал. Он уехал из Латвии, там, где он общался, там, где тратили средства, но он уехал в свой большой союз, он остался работать, скажем, в ЮК, Англии или Германии и продолжает. Мы, понимаете, конечно, теряем. И политика близ за рукой наша, местная. Нечего сказать. В плане зарплат медиков? В плане зарплаты, ну, мы говорим о медиках, но так такое, может быть, хорошие экономисты, специалисты по банкам, по финансовым, по масс-медиам, там, специалисты, ну, многие другие. Люди, даже любые, но которые особенно ценные, я думаю, что единственный способ не придумать какую-то репрессию, что запретить им, это невозможно. Единственный способ, то есть заплатить этому человеку такую же зарплату, какую он получал бы в Германии, Швеции или в другом месте, с Испанией и так дальше. Но, с другой стороны, если в бюджете нет на это денег, вот как быть тогда? Ну, тогда быть так, как и есть. А вот какое-то время назад врачи очень активно говорили о том, что, ну, окей, хорошо, у государства денег нет, врачам надо как-то выживать, больницам тоже надо как-то выживать, давайте вот развивать медицинский туризм. Ну, всем известно, что баританцы, допустим, приезжают, едут к зубным, почему бы не привозить их массово, допустим, к кардиологам, вот к кардиохирургам? Идея, по-моему, хорошая, блестящая даже, но она не, по моему понятию, не совсем работает. К зубному работает, сколько я знаю, да, стоматологам, методам диагностики более-менее работает. Но там уже, где методы лечения связаны риском для жизни, прямо в виде, да, там не так это действует. А почему европейцы не доверяют латайской медицине? Я думаю, да. Я думаю, что мы все время развались, ну, и в Европе, и в мире знают, какие нам проблемы экономические, политические и всякие другие. Ну, есть проблемы, страна прекрасная в проблемах, и кто-то, многие, я думаю, недостаточно верить, что на хорошем уровне гарантированной медицины, которая, которая, та сторона, где есть жизнь для, риск для жизни. А как же так получается? Вы говорите, что у нас такие хорошие, замечательные врачи, которых принимают в европейских странах, то есть они все-таки там признают, что у нас медики качественные, а с другой стороны, пациенты не верят в медицину в Латвии. Ну, вот так и есть, да. То есть, получается, что вопрос в имидже, во многом, то на самом деле это не так, но вопрос успешный. Ну, может быть, там имиджи, но это не один год, это, я думаю, это в годах уже образовался. И где-то, где-то кто-то иногда тоже, может быть, вряд ли заинтересован из тех наших дружественных стран, да, заинтересован, чтобы здесь приезжали пациенты. То есть, существует конкуренция между странами в этом вопросе? Ну, она, я думаю, существует, но кто отправит своих пациентов, чтобы здесь более дешево лечиться? Но там, где очереди не хватает рук, например? На Западе? Да, нет таких случаев? Может быть, есть, но там, но люди не хотят, они платят налоги, они застрахованы, но они хотят, они верят в своей земле, своей стране, своему местному учреждению, и там идет лечиться, да. Я думаю в этом. Но, может быть, я не прав, это просто мы философствуем и говорим об этом. Я думаю, что не совсем верить, что уровень хороший. Был такой, вот вспоминается, года когда-то обратно, ну, нам как-то кратковременный визит, был где-то, по-моему, в Германии, там, в прекраснейших госпиталях, и там работал, приехал, и увидел, приехал дома, у себя. Маша больница, которая прекраснейшая, и увидел это серый, серый корпус, да, который там уже лет 10 не окрашенный, да, и мне было немножко так не в себя. Я думаю, ну, кто поверит, что внутри там есть все на мировом уровне. Если только-то знает, это да. Хорошо, а, допустим, западные пациенты не верят, их действительно могут отпугнуть серые корпуса и так далее. Ну, а как насчет пациентов с Востоком? Мы говорим о России, может быть, не знаю, там, Казахстан, Узбекистан, вот оттуда, может быть, пациентов можно возить, нет? Ну, можно, мы открыты, мы были недовольны, да. Там, наверное, люди не остановят серые корпуса, там, ко всему привыкли. Ну, понимаете, там, ну, кто будет платить, нам весьма дорого, не так дешево, да. Ну, знаете, в Средней Азии много богатых людей. Да, ну, вот я был одной из закавказских республик, именно об этом говорили, там, все вроде да-да-да, да-да-да, а когда дошло до того, чтобы, ну, пожалуйста, мне открыты, приезжайте, да. Даже посольство устроит там визы и все, что надо, там, в бюрократическую сторону, да, потому что государство тоже заинтересованное. А потом нет. Я думаю, что не так легко-то кто-то направит, ну, надо кто-то направил. Кому-то есть пациент, или семейный доктор, или специалист, ну, люди, доктора держатся, ну, обосторонне, да, держатся у своих пациентов, у своего практики. Он вряд ли отдаст своего больного, он не отдаёт. Ну, а если он сам не может эту операцию сделать, неужели не отдаст пациенту? Ну, вот меня так спрашивают, что, возможно, не отдаст. Ну, не приехали, ну, сказали, да, 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 ну, не приехали, да. Но надо, 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 надо ещё, да, этот имидж поднимать больше себя и рекламировать, ну, показать более правильно, да, все хорошие направления, чтобы где-то люди узнали, что да, и поверили в самом деле, да, не только в словах. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, Роман Лацис, профессор, кардиохирург, гость нашей студии. Сегодня у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Осенью прошла информация, что в вашем центре была сделана операция, в сердце вводили стволовые клетки. Скажите, пожалуйста, что это был за диагноз у этого человека и как он себя сейчас чувствует? Это будет продолжаться или на этом только всё остановилось? Да, ну, в досье, когда вы говорили, хороший вопрос очень, когда вы говорили о мне, я ещё добавлю, я заведую центром кардиохирургии. Стволовые клетки были, ну, пересажены, введены в центры кардиологии, ну, мы очень близко, ну, почти одна структура, но и в то же время это немножко другое место, да. Стволовые клетки в своё время, ну, год, по-моему, назад или даже больше были введены одному ребёнку, который. И я в своей натуре, это не говорит, что это так, но я лично, персонально, немножко сегодня ещё скептичен стволовым клеткам как методу клинического проверенного метода для лечения. И хоть в последнее время больше и больше появляются данные, что они показывают и клиническую эффективность. Это первый раз положительная оценка была в прошлом году в Лиссабоне, где был Европейский конгресс кардио-туракальных хирургов. Там были, ну, выступления, ну, такой обзорный, обзорный реферат, где появилось, что да, что-то там появляется как положительное. Это первое. И сейчас только что я вернулся с Америки, общество туракальных хирургов, где ходят кардиохирурги и туракальные хирурги. И я тоже был в таком выступлении, ну, обзорное выступление, где показывали, что стволовые клетки есть эффективны. То есть, в принципе, то, что у нас в Риге, это уже делается, это очень хорошо. Но, тем не менее, вы скептично настроены. Ну, я немножко скептичен, но это, конечно, надо продолжать. Ответить, уважаемый, который задал вопрос, я просто не могу сказать, да, как он сейчас чувствует, как ему эффективность была, сколько увеличилась там фракция виброса и так дальше, да, такие объективные показатели по работе сердца. Я просто не знаю это. А почему всё-таки вы скептичны по отношению к стволовым клеткам? Вот на чём основано ваше недоверие к этому методу? Потому что, нет, она должна ещё продолжать обследоваться, то есть, исследоваться. Исследуется окончательное решение для клинического применения и пока нет ещё такой. И широкомасштабно, да, сказать, вот сейчас, когда будем вести и решим проблемы там сердечной слабости, недостаточности или, скажем, в другом направлении при диабете, да, сахарной болезнью мы заведём и вырастим новые там островки, там, инсулинопроизводения. Но пока это нет, это направление работает. Ну, есть, что идёт клиническое и научное исследование. 6212-1939, 6213-1939, телефон прямого эфира Роман Лацис, профессор-кардиохирург, гость нашей студии. Сегодня у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Вопрос Роману Лацису. Может быть, скажем, не пора такие вопросы задавать, но, может быть, вы могли бы посоветовать профессионала-кардиолога, который мог бы помочь с консультацией. Не можем понять родственника, почему очень большое давление. Не знаю, к кому обратиться. Может, вы подскажете, куда следовало бы правильнее обратиться. Спасибо. Это такой частый вопрос. Да, да, да. Ну, наверное, я думаю, надо поговорить с своим семейным врачом. Я человек, который глубоко верит в правильность семейного врача организационного. Конечно, он должен быть умным. Это безусловно. Надо сказать, что вы большая редкость. Ну, нет, нет. Я не скажу так. Но я думаю, решение организационное правильное. Конкретно на вопрос. Ну, я могу назвать некоторые, может быть, фамилии, которым я очень верю. Нам здесь в больнице Страдани есть большой кардиологический центр. Там есть прекраснейшие кардиологи. Я думаю, что человек должен позвонить в больницу, кардиологический центр и узнать, когда есть приемы. Там каждый кардиолог ведет приемы. Они, наверное, платные немного, но немного. Небольшие суммы надо платить и проконсультироваться. Там есть хороший заведующий наш. В кардиохирургическом центре есть кардиологи, которые тоже принимают. Ну, кардиохирургам там не надо ходить, наверное, по вопросам гипертонии. Там надо кардиологам, в самом деле. Так что мой ответ был, чтобы кого-то не поднять, там, одну фамилию или как. Ну, надо посмотреть больницу Страдани, кардиологию и выбрать одного из консультантов. Ну что ж, мы сейчас прервемся на новости, после чего обязательно вернемся. А не переключается Роман Лацис, профессор-кардиохирург, гость в нашей студии сегодня. Радуется. Они могут быть, может быть, это они делают, они в моем понятии, это в моем мнении. Должны быть благодарны вам, 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 государству, которые заплатили, чтобы это можно сделать. Потому что это государственная программа. Там многих тысяч стоит. То есть за эти операции пациенты не платят? Нет. За эти операции они не платят. Они получают этот дар. В принципе, дар от общества, от государства. Это тоже недостаточно показывается. Но есть другое что, моральное. Объем это большой, это только половина от того, что надо, вы понимаете? То есть не справляетесь, не хватает ресурсов. А чего не хватает? Денег или денег не хватает? Денег не хватает. В основном денег не хватает. И денег есть столько, сколько есть, но надо, надо быть столь умным руководителем, да, и экономикой, политикой, на основном экономике, чтобы было достаточно средств. Притом, некоторые другие медицинские услуги так же, но кардиохирургия, кардиология, это жизнеспасающие. То, что мы только что переговорили, это 1080, это жизнеспасающие операции. Не сделать это, человек погибнет. Обязательно, 100%. То есть получается, что это острый больный? Или острый больный? Вы понимаете, ну, иногда трудно поставить границу. Некоторые привезли, на самом деле, на скорой помощи, там нет сомнений, некоторые еле-еле пришли сами, да. Ну, скажем, ему зарос, закрылся какое-то отверстие клапана, ну, скажем, аортально. Есть такой аорт, аортальный клапан, ну, скажем, 5 миллиметров остался, а там надо бить, ну, где-то 2-2,5 сантиметра, 10 раз больше почти, ну, 5 раз больше. Ну, закрылся, нет, ну, что, ну, плановый больной, ну, завтра утром могут не бить. Ну, так что, они все неотложные операции в таком понятии. Они выполняться должны всеми. Понимается, вот мы с Вадимом говорили, а как быть тем, которые не... Они дорогие, эти операции, как быть тем, которые налоги не платят, да. Ну, я спрашивал Вадим, я говорю, а сколько таких людей, которые не платят, я не знаю. Но есть данные, что их... Но по словам министра здравоохранения Грида Цирцина, их достаточно много. Ну, сколько? Ну, я не помню, что, Францово, на деле надо будет сравнивать. Ну, я не знаю, ну, наверное, она знает, что их много. Но одновременно, в моем понимании, понимаете, они все-таки члены нашего общества. То есть вы не поддерживаете инициативу министра здравоохранения, который предлагает делать... Им не делать. Ну, она предлагает не делать им плановые какие-то процедуры медицинские, но в случае срочной необходимости... Ну, а если, ну, вот, я не знаю, ну, даже что сказать, но я знаю, что он больной человек, но это человек, но он умрет, если он не получит эту помощь. Он умрет. Мы делаем сейчас при всем этом большом объеме 50%, но остальные, наверное, тоже, ну, не все сразу умирают, но умирают. А Латвия все продолжает быть из-за лидеров по смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Где лидером? В Европе, в смысле? В Европе, может быть, и в мире. В Европе, да. Ну, где-то я взял эту статистику, сколько погибает, но есть прогресс, но при лечении инфаркта есть прогресс, там, определенные снижения. Много что достигнуто, но в целом, в целом, эта цифра есть очень плохая. А в чем причина? Причина? Только в госфинансировании или еще в чем-то? Почему мы лидеры? Да, да. Ну, нет, это уже не другой вопрос, почему финансирование, там, наверное, нет. Наверное, наши, как это, навыки или привычки жизни. Образ жизни? Образ жизни, я думаю, во многом. Там очень правильно, что ограничивают курение, но люди тоже верят, не верят, многие продолжают. Привозят, там, контрабандой, подешевле, то, чтобы покурить и так далее. Помним, если здоровье, образ жизни, это не только слово, это в самом деле, да. Ну, кто-то говорит, что если он не покурил, то ему нечего жить, то он чувствует хорошо так. Другой говорит, если он не выпил, то он хорошо чувствует, когда выпил. Ну, разные вопросы. Образ жизни, здоровье, образ жизни, он все-таки важный. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Роман Лацис, профессор, кардиохирург, гость в студии. Сегодня у нас разрывается телефонная линия. Добрый вечер, в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы, ну, чтобы, может, вы порассуждали или сказали, вы действительно правильно говорите, что мы, ну, в принципе, должны выбрать, либо мы живем в социальном государстве, где действительно есть социальные гарантии и на плановые операции, и на какие угодно, вне зависимости. Ну, доказать о том, что человек не платит налоги, ну, это сначала докажите, а потом уже не оказывайте ему помощь. Это, конечно же, не к вам претензия, а к нашему министру. Ну, вот вопрос такой. Я сам лично сталкивался, ну, и, по-моему, сталкивались все, если наш бывший президент говорит о том, что да, он брал зарплаты, деньги в конверте. И, собственно, вот это вот проблема той социализации, что у нас, скажем, те судьи просят две тысячи лад, а врачи получают, ну, на порядке меньше. И вот эту разницу они пытаются получить с людей, ну, в виде, скажем, поощрений. А если же мы убираем вопрос социализации, тогда да, кто сколько стоит, тот столько и будет получать. Только людей будет спасаться в разы меньше, особенно в разгар нашего кризиса. Вот как с этой проблемой бороться, и надо ли с ней бороться? Спасибо, интересный вопрос. Очень сложный вопрос, и очень интересный вопрос, по-моему. Ну, понимаете, ну, каждый доктор в любом месте работающий знает, сколько его труд примерно стоит. Я знаю, сколько мои коллеги получают, так дальше. Если я буду потребовать где-то разницу от кого-то, вот от Вадима, да, или его друга кого-то, знакомого, далекого, да, чтобы он заплатил это, это же ужас. Это могут привести ужас. Потому что, в чем же основное, что у людей денег нет, у людей нет денег, у них средств нет, и я не оказываю помощь и требую, но это аморально. Так нельзя делать. Но так делается? Ну, не знаю. Я надеюсь, что у нас не делают. Может быть, где-то делают. Нам старались завести порядок и стараются принять криминальный закон. Вы мне что-то стараетесь дать, я беру оба криминально ответственные. Ну, я не юрист, я не обследовал, я говорю только с некоторыми хирургами из Америки, вроде такого закона нет, они немножко удивляются. Ну, закон правильный, если есть беспорядок, надо где-то стараться, где-то завести порядок. Но в то же время есть открытый путь. Государство заинтересовано, конечно, этой этике, но не уверен, что только это интересует государство. Государство заинтересовано, чтобы, если вы что-то даже получаете, чтобы это не пошло в какую-то черную кассу, но чтобы вы заплатили налог. Ну, по-моему, любой больнице можно выбрать там разную помощь, которая, если, ну, Макс, как это сказать, оплаченные услуги, и получает тот, который что-то оказывает, и что-то получает и больница, и государство. И это решается законным образом. Но это нельзя вести тоже как образец, как для всех людей. Так у людей средств нет. У людей надо работать. Надо заработать, чтобы они могли заплатить за квартиру, за газ, за еду, ну, если на машине, за бензин, который сейчас весьма дорогой стал. Ну, это сложные, связанные вопросы. Не одно, не одно, в одном только этот вопрос. А вот вы не обсуждали со своими, может быть, американскими коллегами, как вот они для себя решают эту моральную такую дилемму? Там ведь есть страховка медицинская, да? Ну, они получают большие зарплаты. И что? А если приходят к такому врачу человек и говорят, умираю, но страховки нет, его не оперируют. Вот как доктор себя чувствует? Не знаю. Не обсуждали, а не делили с вами опытом? Как у них это происходит? Ну, не отложная помощь. Я рассказываю историю, историю такой помощи рассказываю своим студентам. Я когда-то был в Светле, Америке, да, и прекраснейшем, ну, не государственном, но муниципальном больнице. Ну, такого я не видел, такую больницу, дорогой-то это значит, да, где была, ну, с явлением и женская, для женщин больница, там, роды, там, заболевания. И как женщины действуют, действуют Америка, да? Все застрахованы идеально, все, отдельное общество совсем нет. Большинство молодых людей не застрахованы, но роды приходят, но что они делают? Они Америка, это в фильме тоже так и есть, да? Они вызывают, чего, скорую помощь, когда начинается роман? Нет. Скорую помощь спросит, вам есть страховка? Нет, тогда где-то увезет, но она знает, что там есть прекрасная больница, высокий уровень помощи, она вызывает такси, называет адрес, да, приезжает к больнице, а есть закон, неотложная помощь должна оказываться каждому в любом месте, ну, там, где это нужно. Причем бесплатно и без страховки? Бесплатно. И без страховки, там это потом. А что делать, если вот без страховки? Ну, без страховки, так, ну, муниципальность платит, оплачивает это. То есть она приезжает туда, ждет, пока она исчезнет за роды, и тогда когда уже... Да, конечно, ну, все, а потом кто-то оплачивает, он не способен оплачивать. Я не учу в этом направлении что-то делать, налоги надо платить, но надо где-то основу искать, почему это происходит, почему нет страховки. Ну, потому что денег нет, очевидно. Денег нет, это одно, и если развито страхование. Вот в чем есть вопрос. Я думаю, что слишком много таких вопросов есть. Все бесплатно, но в свое время было, что вся медицина должна быть бесплатная, высококвалифицированная и общедоступная. Такие идеальные принципы, трикс, они существовали, но они неправильны, но они блестящие, только они неосуществимы. В капиталистическом обществе, тем более. Да, на другом они неосуществимы, потому тогда не будет качества, средств надо очень много. Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры, профессор, я хочу вас спросить такой вопрос. Мне в шестом году был общенный инфаркт, и мне поставили в сердце два расширителя. Стенды, да? Могу ли я сейчас идти на повторное, чтобы мне еще поставили? Ну, если есть показания, если там есть сужение сосудов, и если инвазивные кардиологи посмотрели и говорят, что они могут это технически сделать, ну, конечно, можно, да? Хирурги немножко всегда сердятся, если придет потом на ортокоронарное шунтирование, да, что немножко эти сосуды измененные. Но все-таки, ну, будем честны, да, и травма, и физическая, и психологическая при стентах она намного ниже, чем кардиохирургическая. Но каждому есть свое показание. Мы здесь с коллегами, здесь сидя говорили, что чтобы упорядочить ситуацию, созданы совместные, ну, как гайдлайндс? Группы? Нет, гайдлайндс, но... Принципы. Созданы общие принципы, то есть... Назовем это свод правил. Кардиологов и хирургов, где кому-то чего-то показано. Если вам сказали, что вам надо 2 цента, значит, надо следовать и надо верить. Я верю в этом, да. Давайте примем еще один звонок, Леня, раскалывается буквально. Добрый вечер, вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос к профессору. Я хотел бы узнать, вот как обстоит дело с подготовкой вообще кадров, специалистов, молодых, да? Потому что в Латвии кардиосердечных хирургов, да? Потому что часто мы слышим, что, например, какую-то операцию приглашают там бригаду кардиохирургов из Италии. И вот почему это происходит? Спасибо. Хороший вопрос. Никого никогда в центре кардиохирургии больницы Страдень мы никогда не пригласили для производства какой-то операции. Мы делаем, мы учимся, мы сами едем, ну, приезжают иногда консультанты, но исправляемся. В центре кардиохирургии Латвии больницы Страдень есть 10 хирургов, которые, я скажу так, практически каждый может выполнить самую сложнейшую современную операцию на сердце. Это факт. Подготовка кадров. Подготовка кадров идет примерно таким образом, что завершает молодой человек, который интересуется медициной, завершает, кончает университет, потом он поступает, могут поступить в резидентуру. Ну, сколько? Все могут поступить? Нет. Мы даем, ну, государству примерно тот план, сколько нам надо резиденту. Мы смотрим еще в будущее. Ну, кто-то уйдет в пенсии, кто-то, может быть, уедет где-то, но немножко в небольшой резерв. Кардиохирургии, это не очень много специалистов нужно. Они должны быть в высоком уровне. Ну, так массовым, массовым образом не надо, конечно. Нам есть в настоящее время три резидента. Резиденты – это уже доктора, которые учатся в специальности. Там второй, третий, четвертый курс, они, ну, долго, 5 лет учатся потом. Они уже 6 лет проучились в университете, потом еще процесс обучения очень длинный. И пока он резидент, его зарплата намного ниже. А от него требуют, от резидента требуют все. Он должен быть с утра до утра в больнице, непрерывно. Если что-то надо, кто в первую очередь? Резидент, конечно, да. Но это правильно, да. Это ему тяжелая жизнь, так. Это во всем мире, так, да. Но будущее нам есть, резерв нам есть. Настоящее время нам есть, ну, и мы смотрим в будущее. Мы, я думаю, в этом году тоже одного резидента примем для будущего. Ну что ж, это такая позитивная нота. К сожалению, время программы заканчивается, но мы будем рады снова с вами встретиться, потому что тем действительно много, еще хотелось обсудить, но времени мало. Спасибо, Вадим. Я хочу всем слушателям сказать большое-большое спасибо за те вопросы, которые задали, да. И я почувствовал, я бивал у вас, да, и почувствовал доброту, которая исходит. Я стараюсь и я думаю, все, Маши, доктора, стараются дать ответ тоже к уровню, качеству и доброту, да. И мы не выжимаем человека, который больной, и думаем, что всем надо оказывать помощь. Все члены наше общество. Лучше, хуже, но все они есть. Что ж, такая позитивная нота. На этом сегодня закончим. В студии работала Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Звукорежиссер Константин Родз. Всего доброго и до свидания. Стелла. Новый женский еженедельник. В свежем номере журнала читай. Во власти служат...